В одном из своих предыдущих видео я рассказывал о том, какой первый проигрыватель виниловых дисков я выбрал в качестве первого. Но уже тогда заметил, что не знаю, насколько меня хватит и когда я захочу себе новый проигрыватель. Этот момент наступил. Всем привет! В качестве замены я выбрал проигрыватель от японского производителя Technics, модель SL1500C. Этот проигрыватель также, как и аудиотехника, имеет прямой привод, но по своим характеристикам является более серьезным аппаратом. Так ли все на деле, как написано на бумаге? Сегодня попробуем разобраться. Ну, начнем, наверное, с внешнего вида. Аппарат имеет достаточно консервативный, строгий дизайн. Я выбрал вариант в черном оформлении. Есть еще серебристый, ну, такой полированный алюминий или матовый-матовый алюминий, да? В принципе, достаточно стандартное оформление вообще для техники. Technics, если кто-то помнит, как выглядели деки, кассетных магнитофонов, усилители. В общем-то, такого же цвета есть и проигрыватель. 1500-я модель, по сути, является более облегченной версией, такой хай-файной для домашнего использования версии диджейской вертушки 1210. 1210. В отличие от нее, здесь нет контроля пить-шифта, ну, изменения скорости вращения пластинки этого 1210. Вот здесь такой движок сделан и на многочисленных клонах, там, на аудиотехнике, еще на каких-то ноунеймах это дело тоже присутствует. Нет возможности запустить пластинку в обратную сторону. В остальном, в принципе, все очень схоже, похоже, нет там регулировки, там, скорости остановки диска, но, в общем-то, в принципе, это здесь и не нужно. Верхняя часть выполнена из алюминиевого сплава, низ из какого-то пластика достаточно такого плотного, серьезного. Имеются ножки, которые регулируются по высоте, можно, в принципе, достаточно неплохо развязать аппарат от поверхности. И самое главное, установить его точно по уровню, что, в общем-то, позволяет, прежде всего, более правильно работать вашему проигрывателю. Меньше изнашиваться иглей, меньше изнашивать пластинки, в общем-то, эта штука такая важная. Ножки просто крутятся и по уровню это все дело устанавливается. Привод в проигрывателе прямой, то есть нет никаких пасеков, никаких роликов, непосредственно электромотор вращает опорный диск. Опорный диск здесь тяжелый, весит, ну, точно килограмма два, а то и больше. Помимо того, что он сам по себе массивный, литой, здесь еще конструкция реализована таким образом, что магнит двигателя находится не внутри двигателя и не вращается шкив, да, ну, как обычно устроен электродвигатель. Есть магнит, есть катушка на роторе, да, и все это дело вращается. В общем, здесь немного сделано по-другому. Здесь катушка находится внутри корпуса проигрывателя, а магнит находится непосредственно на опорном диске. В общем-то, и так вот эта вся конструкция работает. Диск, я говорю, такой очень тяжелый, массивный, ну и крутящий момент у двигателя хороший. В отличие от той же аудиотехники, аудиотехника прекрасный проигрыватель, вот ничего не могу сказать про него плохого. Он вот прям шикарен, мне кажется, как стартовый и как не стартовый в том числе. Но, допустим, у него опорный диск был такой легенький, как будто вообще, я не знаю, из чего, из силумина, из какого-то отлит. Хотя работало все, опять же, повторюсь, прекрасно. Еще пара слов о моторе и вообще об управлении. Стартует двигатель очень быстро, не издает при этом никаких посторонних шумов, никакого ни рокота, ни при переключении скорости. В общем-то, тут никаких нареканий у меня нет. Ну, вообще, если говорить о техниксе и уж что-что о толк в производстве двигателей и моторов для виниловых проигрывателей, они знают, потому что они являлись первой компанией, которая сделала проигрыватель с прямым приводом. А это, наверное, что-то дозначит. У меня есть так называемый тест на постукивание. Это когда во время воспроизведения пластинки постукиваешь по верхней части проигрывателя. Этот тест техникс прошел куда лучше, чем аудиотехника, хотя, конечно же, полного исключения попадания этого стука в звуковой тракт избежать, конечно, не удалось. Не знаю, с чем это связано. Развязка у меня плохая здесь на ножках, поверхность на которой стоит. Возможно, надо использовать какую-то платформу, но это еще пообщаюсь со специалистами. Или если вы мне можете рассказать, с чем это связано, то расскажите. А возможно, это присутствует вообще в проигрывателе абсолютно любого уровня, и я слишком сильно заморачиваюсь. Управление аппаратом осуществляется с помощью кнопок. Есть кнопка включения, старт-стоп и два селектора выбора скорости, с которой будет вращаться опорный диск. Скорость 33-я, 45-я. Если нажать одновременно на две кнопки, то будет работать 77-й. Тонарм здесь S-образный. Со сменными шеллами имеет абсолютно все возможные регулировки. Настройка противовеса, есть даже специальный дополнительный грузик для того, чтобы использовать более тяжелые головки. Тонарм регулируется по высоте. Этого не было в аудиотехнике. Не знаю, насколько мне это нужно. Но, допустим, если брать головку Artofon Red, которая здесь установлена, она сама по себе имеет достаточно большой размер. Поэтому тонарм нужно поднимать выше. Если бы здесь стояла аудиотехника, она несколько пониже, то, наверное, и тонарм нужно было бы ниже опустить. В общем, это удобно. Единственное, что мне не очень нравится в этом тонарме, в аудиотехнике механизм опускания микролифта, он работал как-то немножко плавнее. И как будто бы ход был как-то так поприятнее. Но, может, это вкусовщина, я себе что-то выдумываю. В остальном тонарм просто вообще прекрасен и шикарен. Шеллы, конечно же, сменные. Можно поставить другую голову, другой шелл. Короче, любой каприз за ваши деньги, ставьте сюда любую голову. И, кстати говоря, несмотря на то, что это прямой привод, проигрыватель прекрасно работает с головками как MM, так и MC типа. Если говорить о коммутации, возможность подключения проигрывателя как с использованием встроенного фонокорректора. Для этого есть одна пара разъемов RCA. И есть возможность подключиться, обойдя эту схему и вообще обойдя полностью схему фонокорректора, даже ее не отключая. Для этого есть другая пара разъемов RCA. В общем-то, у меня так это дело и подключено. Через встроенный фонокорректор ни разу не слушал. Ну, так же, как и аудиотехнику, использую все с фонокорректором, который встроен в усилитель Quad. Как уже говорил, установлена в базе головка Artofon 2M Red. Конечно же, хочется бронзу. И это, наверное, максимальный вариант, который на этот проигрыватель стоит ставить. Но пока ничего нет в наличии. Ценник тоже такой себе очень плавающий. В общем, подожду, когда появится, тогда подумаю, приобретать или нет. Red, в принципе, тоже достаточно неплохая головка, имеет ресурс работы 1000 часов. Поэтому, в общем-то, можно на ней слушать музыку достаточно долго. Управление проигрыватель имеет полностью ручное. Кроме одной особенности, есть автоматический подъем тонарма в тот момент, когда пластинка доигрывает до яблока. Там даже есть возможность как-то через сервисное меню зайти и отрегулировать, в какой момент этот подъем будет срабатывать. Но, в общем-то, в принципе, иногда выручает. Не буду скрывать, иногда прослушивая какие-то пластинки, ну так, в какой-то дрем впадаешь. И очень удачно, что пластинка там не крутится бесконечно. Ну, точнее, крутится-то она продолжает, но тонар при этом поднимается. Это, в общем, удобно. Блок питания у проигрывателя встроенный. Опять же, по аналогии с проигрывателем 1210. Хотя, если учесть, что это модель для домашнего использования, ну, наверное, можно было бы сделать и внешний. Хотя, в общем-то, в принципе, работает все нормально. Вообще, в принципе, 1210 такая интересная модель, потому что подлежит большому количеству апгрейдов и модификаций. Я знаю, что умельцы даже делают, опять же, выносной внешний блок питания или импульсник ставят туда, убирают трансформатор. Вообще, тема апгрейда проигрывателя 1210 – это вот прям непаханное поле и там вообще куча всяких прибамбасов. В случае с 1500 моделью, мне кажется, все эти апгрейды не имеют никакой вообще необходимости, потому что, ну, максимальное, что здесь можно поменять – это головка звукоснимателя, не знаю, слепмат, он же мат на опорный диск, да и, наверное, все. Отдельно скажу про пылезащитную крышку. Она здесь присутствует. У нее есть такой артефакт, не знаю даже, как это назвать, так же, как у модели 1210. Сверху на крышке есть вот такой горб. При этом в него абсолютно никаким образом не заходит механизм тонарма. В общем-то, эта штука абсолютно не нужна и в уровень было бы, ну, абсолютно все нормально. Но почему-то такую дань прошлому они решили отдать. Что из положительных черт этой крышки? Петли у нее подпружинены, что позволяет ей очень легко апеллировать вообще одной рукой. И, в общем-то, крышка не падает, в каких-то положениях даже фиксируется. Это достаточно удобно. Если какая-то ложка дегтя, ну, в принципе, конечно, она присутствует. Это, конечно, мелочи и вкусовщина, да. Но мне, например, очень нравилось, как по аудиотехнике реализован вообще запуск опорного диска и переключение скоростей. Был такой поворачивающийся тумблер здесь. Здесь это на кнопках, и эти кнопки просто издают отвратительный звук при нажатии. Ну, вот как-то... вот это прям не очень. Проигрыватель получился классный. Мне он, в принципе, всем очень нравится. Но разница в цене по сравнению с той же аудиотехникой в 4 раза, наверное, не дает вам разницы в звучании в 4 раза. Но тут, конечно, каждый для себя сам определяет, готов он такие деньги заплатить за этот вертак или нет. Интересно этот проигрыватель послушать с другими головками звукоснимателей, с другими фонокорректорами, как он будет раскрываться. Но это, я думаю, все в будущем. Вот такое короткое обзорное видео получилось. С вами, как всегда, был Дмитрий Агеев. За лайки и подписки большой плюс карму. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok